Волжские оперативники задержали подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты. На прошлой неделе житель острова Зелёный потерял сумку с личными вещами, среди которых была банковская карта. Позже ему стали приходить оповещения, что кто-то расплатился ею за продукты питания, потратив почти 3000 рублей. По камерам видеонаблюдения полицейские установили личность и задержали подозреваемую в краже. 38-летняя неработающая местная жительница созналась в содеянном, пояснив, что нашла утерянную сумку на улице и воспользовалась находившейся вне карты в ближайшем супермаркете. Возбуждено уголовное дело. В Волгограде инспекторы отдельного батальона ДПС для проверки документов остановили автомашину. За её рулём находился 39-летний житель Быковского района в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские пригласили нарушителя в патрульный автомобиль для составления протокола. Не желая быть привлечённым к ответственности и лишиться прав, нарушитель предложил инспектору незаконное вознаграждение. Лейтенант полиции сообщил о предложенной взятке своему руководству, и водитель был задержан. Он сознался в содеянном. Теперь, помимо наказания за нетрезвую езду, ему грозит возбуждение уголовного дела. Попытался заработать на биржевых торгах 55-летний врач из Волжского. С августа мужчина частями переводил деньги на различные расчётные счета в надежде получить прибыль. Проценты росли, однако, как выяснилось, лишь на экране его монитора. Решившись, наконец, снять наличность, волжанин обнаружил, что денег – 3,5 миллионов рублей – на его счету уже нет. Полицейские проводят мероприятия по раскрытию данного преступления. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при проведении сделок с деньгами. Не доверяйте незнакомцам, которые обещают большой доход, но при этом просят сначала перевести на их счёт ваши деньги.